Так, народ, не ржать, отставите ржать. Да, я снимаю такой видеоролик, как зарегистрироваться в Старстейбл. Ребята, кто не знает, но я могу помочь купить подписку на русский аккаунт, также помогу помочь купить Старкоинсы. Конечно же, все я покупаю в долларах, и все я покупаю через официальный сайт. Сильно много стало комментариев по типу, а вот, Алина не обманет. Люди, а вы знаете, Алина обманывает или нет? Нет, честно, достала уже. Я, короче, создала группу ВКонтакте, где я выставила всех своих подписчиков, которым я уже, знать, это 70 человек. Там я с июля, по-моему, этим занимаюсь, то есть за 2 месяца 70 человек ко мне пришло. И то я даже нигде не афишировала, что я там доначу, вот только одно видео снимала и все. Я их все туда выставила. Недавно вообще ко мне девочка пришла и купила 50 тысяч старкоинцев. Она мне на карточку перечислила 37 тысяч рублей. Также там есть все правила, как я доначу, все комиссии, как это происходит. И все, конечно же, люди, которым я задонатила. И список этих людей каждый день поволняется. Можете подписаться на эту группу ВКонтакте и следить за ней. И если кому нужно задонатить, пишите, пожалуйста, мне в личку, я без проблем вам помогу. Итак, заходим в любой браузер. Это может быть Google, Яндекс. В моем случае это Яндекс. Набираем по-русски StarStable. Можно по-английски StarStable онлайн набрать. Здесь что-то неполадочка у меня произошла. Заходим на первую ссылку, конечно же, и играть сейчас нажимаем. И вас перекидывают на страницу, где можно создать персонажа, коня, там, глаза персонажа создать. Короче, сами разберетесь, я не буду это показывать. Придумываете имя персонажу, придумываете имя коню. И теперь приступаем к электронной почте, у которых совсем почему-то проблемы. Значит, создаем изначально почту, либо, возможно, она у вас есть. Лучше использовать почту Майл. Если такой почты нет, у вас есть Google, создавайте на Google без проблем. Но я всем советую Майл, потому что если Google у нас закроют, ну, типа, будет очень плохо. Это я уже года два назад в своем видеоролике говорила. Это вот я создала почту Майловскую, 555-ю Майл. Мы вводим сначала просто электронную почту, потом повторяем. Ну, можно вообще Ctrl-C, Ctrl-V сделать, как бы, кто поумнее, кто ребятишки, ну, можете писать заново. Смотрите, здесь мы придумываем пароль, да, который мы будем вводить. И, конечно, куда-нибудь на лоб себе его записываем, потому что вы вечно его почему-то забываете. Далее, мы здесь можем поставить возраст. Здесь есть нюансы. Короче, я уже наперед, как бы, знаю, что будет дальше. Если вы поставите меньше 18 лет, то у вас попросит почту родителей. Я не знаю, с чем это связано. Короче, я ввела свою электронную почту другую. И мне на другую электронную почту, грубо говоря, почта родителя, ну, пришло письмо, типа, с подтверждением, что, типа, а вы согласны, что ваш ребенок будет играть в эту игру, да? Если, например, вы сейчас смотрите ребенок с родителем, то, если хотите, сделайте так. Так, можете сделать сразу. Если вы не хотите никакие там родительские почты подтверждать, то ставьте тогда 18, либо 20, как мне, лет. Короче, все, нажимаем кнопочку войти. Я ввела свою другую почту. Далее, тут написано, что мы прислали вам письмо, чтобы подтвердить электронную почту. Это нужно сделать обязательно, потому что вы не сможете писать в чате в самой игре. Все спрашивают у меня, почему я в чате не могу писать. Потому что ты не подтвердил электронную почту. Вот в чем проблема. Короче, много писанина. Нажимаем просто перейти на страницу согласия. Здесь просто нажимаем, я согласна, я согласна. А то эти две галки последние лучше не нажимайте, а то вам будут всякие спам вам слать на почту. Нафиг вам оно надо. Все, короче, почту подтвердили. Теперь заходим в свой аккаунт. Теперь показываю, как на 20 лет. Я сделала 20 лет, то есть мне 18. Тут просто галочки сразу тебе дают тыкать. И никакие почты родителей тебя не просят. Короче, ребята, у кого заморочки, кому не нужны, ставьте 20 или 18 лет, и будет вам счастье. Заходите на свою электронную почту. Вот мне письмо пришло. Заходите и просто нажимаете подтвердить адрес. Все, нажимаем перейти к моему аккаунту. И тут, получается, не будет никакой резервной почты. Теперь нам нужно скачать игру. Нажимаем загрузить. Теперь мы идем в загрузки. В опере, в яндексе, я знаю, в гугле. Все в правом верхнем углу. Ну, у всех по-разному. В общем, заходим в загрузку. Нажимаем прямо на этот файл, сразу его открываем. Прям даже не заморачивайтесь. Открываем, нажимаем ОК. Русская игра должна быть. По умолчанию установите либо на диск сцены, можете выбрать другой диск. Я не буду устанавливать, потому что у меня игра эта установлена, ребята. Запускаем игру. У нас появляется вот такая вот окошко. Мы вводим сюда свои данные от созданного нами нового аккаунта. Я советую сделать запомнить меня, потому что вы потом будете просто нажимать кнопочку Войти. А так вам придется постоянно пароль заново вводить. А, ну и перед тем, как вот Войти нажать, вот Войти, у вас вместо кнопки Играть будет установка. У меня эта игра уже установлена, поэтому у меня нет этой кнопки. Все, заходим в игру. У нас установилась игра. Мы заходим в игру. Я не удаляла Старстейбл, потому что, ребята, у меня установлен решейт, и я не могу его удалить, потому что мне придется все заново потом настраивать. Здесь у нас будет катсцена. Я, на самом деле, 8 лет уже в эту игру играю. И вот этой катсцены я ни разу не видела. Надо будет отдельный, наверное, видеоролик заснять по началу. Сейчас начало очень сильно поменяли в Старстейбл. Ну и, короче, тут заданки проходят, и вас учат, как играть. Но дальше уже сами разберутся. То есть, банально, мы вошли в игру, все, теперь играем. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, давайте, это будет отдельное видео, где вы будете задавать вопросы, как зарегистрироваться в Старстейбл. Именно под этим видео будете задавать какие-то конкретные вопросы, кто что не понял, и у кого что не получается. Это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мелький канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok